Друзья, вот таким вот нехитрым способом мы нашли себе новую прекрасную соведущую. Знакомьтесь, Ксения Стужук. Всем привет. Вот вы знаете, я все-таки верю в судьбу. Вот просто шла по улице в своих мыслях, и вот оно, судьбоносное столкновение. Ничего себе, Артем, ты кофе попил. Повезло тебе. Так сказать, латте творит чудеса. Да. Да, вот так вот. Мне, собственно, безумно приятно видеть новую соведущую. Я надеюсь, что мы сработаемся. Но сейчас, Ксюша, у тебя очень ответственная миссия. Сейчас тебе нужно объявить тему нашей передачи. Отнесись к этому максимально ответственно. Наши зрители посмотрят. Итак, ребята, тема сегодняшней передачи – Старый Новый Год по скрипту. Друзья, мы не так ярко празднуем Старый Новый Год, как происходит празднование 31 декабря. Но, тем не менее, страна живет. Проводятся концерты, флешмобы, различные мероприятия. В общем, весело. Да, девушки гадают на суженого ряженого, чтобы узнать свою судьбу. А мои друзья и, собственно, я просто пьем и тусим. В общем, в любом случае, это еще один замечательный повод хорошо провести время. Ну что ж, друзья, передача в городе 512 продолжает посещать замечательные заведения нашего города. И сегодня мы оказались в пиццерии Челентано на автовокзале. Привет! Это вкусные новости. Давайте начинаем. Итак, первая новость. Животные Николаевского зоопарка ждут елок. В Николаеве не распроданные елки используют для кормления и согрева животных в зоопарке. Хвойные деревья не являются повседневным и необходимым кормом для животных, но разнообразие им также необходимо, как и людям. А у меня один друг тоже, ну, шишки употребляет, поэтому от елок, в принципе, печку топит. Да, кедровые орешки опять же кушает. Директор зоопарка добавил, что в елках и соснах есть полезные микроэлементы и витамины. И даже вал ветвь сосны. Уточнения, которые необходимы обитателям зоопарка. А он же там живет. О, охранники, кассиры, все там. Да, да, идем дальше. Дальше зоопарка? Нет, нет. На автовокзале тут 3 метра. Нет, следующая новость. Российские товары с 10 января запрещены для ввоза в Украину. И с 10 января 2016 года вступает в силу постановление правительства о запрете ввоза в Украину российских товаров. В перечне запрещенных ввозу на таможенную территорию Украины товаров значатся... Кулачева, Кирклора, вот эти товары, нет? Хуже, хуже. Мясо, рыба, молоко, сливки, кефир, пиво, водка, сигареты. Стой, вот конкретно вот в таком порядке это моя пятница. Вот так вот, с утра до вечера вот так вот. Продолжим. Кофе, чай черный, шоколад, шоколадные конфеты, хлебогулочные, мучные изделия, продукты детского питания, корм для собак и кошек. О, вот последнее уже... Я думаю, мы прорвемся, у нас есть елки. Да, будем все вот это заменим сосновыми иголочками. Шишками, кедровыми орешками. Да, ребят. Так сказать, будем коротать вечером. Саакашвили приедет в Николаев на форум будущего. В 2153 году. Да? Нет? Как вам такое? В Николаеве готовится к форуму будущего. В масштабном мероприятии примет участие губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Цель форума... Пошли шашлычков, посидеть, хорошо толстый сказать. Саакашвили в бреде скажет, а, вот так вот выглядят города будущего. Понятник. В каком-то году, да? Да, там сто с чем-то какой-то. Ничего, автовокзал недалеко, тут два часа и... Цель форума направить энергию городских общественных активистов, политиков, управленцев и предпринимателей на совместную разработку и реализацию стратегии развития города. И пикничок. Напоследок. Форум проводится 24 января 2016 года в 10.00. Но с местом организаторы пока что не определились. Скорее всего, это будет Кривой Рог. Максимально похож на город будущего. Да, вот такие вот дела. И еще новость. Известно, что фестиваль уличной еды Брячина перенесли в связи с погодными условиями. Так, вчера состоялось открытие, сегодня фестиваль продолжил свою работу. И завтра последний день, когда можно успеть насладиться общением с друзьями... С жареными елками, опять же. Вкусности, да-да-да. И просто хорошо провести время. Я, кстати, думаю, что, ну, неспроста, а примерно в одно время Саакашвили приезжает в город. И на Брячине, мы знаем, есть очень много шашлыков, жареного мяса. Девочки красивые ходят. А давайте махнем Николай. Саакашвили будет в городе через недельку. Ну, не-не, он приедет заранее. Он раньше приедет. Чтобы успеть, да? Да. Хорошо, так, а теперь к новостям о мировых. Наконец-то. Мировых. В Вашингтоне задержан мужчина. Круто, хорошая новость. Продолжай. Да. Планировавший. А, нет. Да-да, нет. Он планировал, его задержали. Похитить. Сейчас с каждого слова вам новость переключается. Нет, нет, теперь в зависимости от того, что следующим словом, хорошая новость или плохая. Собаку Обамы. Непонятно, какая новость. Во-первых, это не совсем политберектно называть дочь Обамы собакой. Давай заменим просто, как зовут собаку. Да, вот, слушайте. Арестованный был доставлен в суд, где ему были предъявлены обвинения в незаконном владении огнестрельным оружием. Полиция задержала в столице США вооруженного человека, сознавшегося, что он планировал похитить из Белого дома одну из двух португальских водяных собак. Ты можешь себе представить, где-то на улице останавливают чувака, у него обнаруживают пистолетом. Да, да, я просто хотел украсть собаку. Все? Ну, то есть... Так он сам, да, он сам признался. Нет, я понимаю, для чего человеку, который хочет украсть собаку президента США, нужен пистолет, потому что эта собака охраняется примерно так же, как вся Монголия. И как они с этим человеком уже там в ПБР? Кто это сделал? Кто это сделал? Да, 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 да. Фотографию собаки. Идем дальше. Американским сенаторам могут разрешить ходить на работу... Все. Могут разрешить ходить на работу, потому что вы в своем сенате сидите, ничего не делаете, и сейчас мы под словом сенат имеем верховную раду. В гавайских рубашках. В гавайских рубашках, да. А, ходить на работу в гавайских рубашках. Американский конгрессмен Марк Такаи предлагает изменить официальный дресс-код и разрешить по пятницам приходить на работу в гавайских рубашках. По его словам, эта мера пойдет на пользу экономике штата Гавайи, который он представляет, собственно. Просто у них перед этим разрешили курить марихуану в Сенате, а теперь уходить в рубашках, чтобы, так сказать, внешне сенаторы соответствовали внутренним своим эмоциям. Так вот, как он это объясняет, чтобы вы понимали? Гавайская рубашка... Ну, это прикольно, что-то вообще ярко, такие цветочки там, все венки эти. Я прям вижу, как вот сейчас где-то в Коренихе бабушка смотрит эту передачу, включает именно на этом моменте. И устает во мне сенатора Гавайи. Да-да-да, гавайская рубашка является символом нашего гостеприимства. Она воплощает разнообразие и дружелюбие, которое пронизывает штат Гавайи. Вот что он сказал. Вот если бы Ксюша предложила, я бы согласился. Вот этому чуваку из Гавайи я бы вряд ли поверил. Не веришь, да? Да, ну как. Ну, тогда к следующей новости заключительной переходим. Как сообщает интернет-издание, особняк основателя журнала Playboy продается вместе с хозяином. Все. Миша не может жить с мыслью о том, что легендарный Хью Хефнер отходит от дел и вообще, что это значит? Это значит, что шикарное двухэтажное здание в готическом стиле владельцем... Шикарный двухэтажный владелец Playboy. Владельцем которого является основатель журнала Playboy Хью Хефнер в феврале будет выставлено на продажу. Особняк расположенный в одном из престижных районов в Лос-Анджелесе. Был построен в 1927 году. Примерно в одно время с созданием Хью Хефнер. Я его понимаю. Просто на пенсию не хватает, чтобы коммуналку оплатить. Коммуналку так оплатить. Так, ребята, там есть... Каз, отопление. Теннисный корт там есть. Освещение теннисного корта. Баскетбольная площадка. Освещение баскетбольной площадки. Несколько бассейнов. Освещение в церкви. И что, вот самое главное, есть небольшой зоопарк с птичьим двором. Это что-то елок надо ему, чтобы содержать... Из Николаева. Да. Куда? Вот, что-то я еще хотела сказать. А, ему 89 лет. А снякуль Хефнер? Ты сейчас слишком много вопросов задаешь. Мне кажется, бабушка в коренихе уже переключила канал. Нет, самое главное, что основатель журнала Playboy будет иметь право проживать в этом поместье до самой своей смерти. Вот он. Где-то полгодика еще поживет дедок. Нет, ты знаешь. Мне кажется, что реально дело как раз таки в коммуналке очень круто. Продаешь, у тебя есть деньги, которые тебе заплатил новый покупатель. Он оплачивает всю инфраструктуру, а ты просто там можешь жить. Ну, почему бы и не отдался. Скорее бы мне было 80 лет. Продается квартира в Октябрьском. Одна комната. Но два человека там будут дальше жить. Но я буду там жить до смерти. Оплачивать будете вы. Друзья, на данный момент это все новости в городе 912. Оставайтесь с нами.